Привет, друзья, я Александр Преподобный. Ну что ж, Маргарита Симонян сразу после ядерки над Сибирью хочет запретить в России интернет. Будут запрещены слова отец и мать, просто запрещены. Будут запрещены религиозные тексты. Главный чеченский дон-дон. Просто поэтому дон-дон-дон. Дон-дики-дики-дон-дон-дон-дон-дики-дон-дон. Решил расширить географию своих тиктоков и уходит в миротворцы. Чтобы хотя бы в жизни дон-дон-дон-дон справедливо отнеслись. Люди в так называемой ДНР жалуются, что им надоело чмокать. У каждого есть детки, которые хотят кушать. Почему наши дети должны чупа-чупсы чмокать, а ваши шоколадки кушать? Ну и шах и мат Илону Маску от Бульбенфюрера. Ты то, что Маск за миллиарды долларов делал, ты сам сделал бесплатно. Ну а израильские солдаты поприветствовали своих любимых журналистов из Russia Today. Дорогие друзья из Russia Today, у нас для вас комментарии. Пошли нахуй. Ну, друзья, начнем мы с печальных итогов российского теракта в селе Гроза Харьковской области. 52 человека, которых в один момент убила российская ракета, продолжают хоронить. Я напомню, что женщины, мужчины, дети, фактически целой семьи лишились жизни, придя на поминальный обед к односельчанину. Все загинули. Все. Я опознала только человека и дочку, а сына не опознала. Ну, российские УБЛД, которых, в принципе, после такого очень странно лично не видеть в каких-то международных организациях. Ну, ладно, мы с этими международными организациями после войны разберемся. Ну, вот еще раз. Что вот эти ЧМО в виде ни бензии несут? Вы только послушайте. После массового убийства украинцев. Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, неонацистов. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз. Киевский режим заламывал руки по погибшим в результате ударов по гостиницам, общежитиям, кафе, магазинам и так далее. А потом появлялось большое количество некрологов, военных и иностранных наемников. Такое вот случайное совпадение. Не исключаем, что так же будет из грозой. Имена погибших известны. Там погибли целые семьи. И это даже видно на фотографиях, раз на то пошло. Но российским террористам плевать на правду. Да им вообще плевать, кого убивать. Ну, как плевать. Главное, чтобы это был украинец. А че, чего уж тут. Для борьбы с империализмом им и своих не жалко. Это же все происходит почему? Потому что мир сошел с ума. И президент нам напомнил те точки, в отношении которых он сошел с ума, и то, куда мир движется. Он говорил про империализм. Забытое такое слово советских времен нам не часто о нем напоминают. А зря. Потому что он же был и он же есть. Мир сошел с ума. Это говорит человек. Ну, тут людей как раз не хочется обижать. Которая неделю назад призывала домбить Сибирь ядеркой. Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв. И кажется, в своих эротических фантазиях она прогрессирует, друзья. Будут запрещены слова отец и мать. Просто запрещены. Будут запрещены религиозные тексты, как оскорбляющее чувство неверующих. Вся религия будет или запрещена, или микрирует под эти вот безумные новые ценности. И мы тоже видим это уже сейчас. На этой неделе Папа Римский заявил нам, что в однополых браках он, Папа Римский, не видит ничего плохого. Слова «папа» и «мама» будут запрещены. Марго, ну в России вполне возможно. У вас будет разрешено только слово «пу-1» и «ху-2». Но Марго, ты не останавливайся и объясняй россиянам, что их мечта – это Северная Корея. Просто они глупыши, еще этого не поняли. Мы все-таки становимся дальше от этого вот прилива, от этого урагана, цунами, вот этих сумасшедших ценностей, этой сумасшедшей новой религии ВОК. Еще бы был у нас свой собственный интернет, чтобы мы могли совсем от этого. И я тоже уверена, что он будет. И будет совсем хорошо. Мы должны задуматься о том, что гигиена культурного информационного пространства – это не шутки. Мы как вот, знаете, как это будет? Как закрывались когда-то целые страны от ковида. И никто же такого ничего в этом не видел, это же естественно. Вот мы будем закрываться от диснеевских трансгендеров в мультиках, чтобы дети наши этого не видели. И я, в конце концов, не хочу объяснять своим детям, кто такой Моргенштерн. Друзья, Маргарита Симоньян не хочет для своих детей гаджетов и Диснейленд. Марго не хочет для них Моргенштерна, этого противного и интернета. Все правильно. Для своих детей нужно самое лучшее в прошлом. Чтобы они жили на Кобзоне с железным занавесом. И рыдали на похоронах вождя. Прекрасные перспективы. Подумали сейчас в один миг все сотрудники международных компаний в России. Таких, кстати, немало, увы. И люди, которые хоть раз отдыхали в своей жизни не под Геленджиком, а где-то в Италии, Греции. Хотя, слушайте, белорусские умельцы уже вон свой Старлинг придумали. Хоть из говна и палок. Ты то, что Маск за миллиарды долларов делал, ты сам сделал бесплатно. Ну, не бесплатно, но за очень маленький. Ну, понятно. Но не за миллиарды долларов. Никак нет. То есть Маск нам не нужен. Нам нет. В принципе, если Россия остается с нынешним режимом, вот давайте, друзья, откровенно, каких-то понятных предпосылок, к сожалению, убрать Путина сейчас нет. Очень много вопросов к Западу, почему так. Про его здоровье давайте не говорить. Мы, конечно, надеемся, но рассчитывать на такое глупо. Там будет полная изоляция и превращение Российской Федерации в Северную Корею. Кстати, этот вариант еще будет казаться очень привлекательным, ведь они живут уже в таком состоянии долго. А как пожить после полудемократии? Они считают, что наше СВО – это проявление нашего империализма. Они считают, что то, что мы вернули Крым, – это проявление нашего империализма. Они очень плохо знают историю и не знают, что Россия империалистической страной никогда не была. А, конечно, нет, Марго. Если знать историю по книгам Мединского или по речам Путина, и при этом упорно не открывать энциклопедию, и вообще не понимать, а чем же Россия, собственно, с 16 века занимается, не переставая. Хотя всегда можно сойти за сумасшедшую и сказать, что ты просто не знаешь значения слова «империализм». Но давайте не скрывать, это Россия нам нравится. И вот там доказательства. Вы должны, вы обязаны. Мы вас серьезно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? В зале перед Путиным все хлопают, все довольны. Россия великая. Правда, уже без армии, но это мелочи. Всегда же можно придумать еще немножко победобесия. Ударами тактической авиации уничтожены позиции боевиков на Южно-Донецком направлении. Это район Урожайного. По позициям украинских боевиков отработали сразу несколько бомбардировщиков. Ребят, все отлично у вас. Но почему-то российским десантникам в Украине не так весело, как Скобеевой в московской студии. Около 30-40 дронов прилетели на одну только позицию. Мы обращались в командование с просьбой обеспечить нас антидроновыми ружьями. Но были, как я говорил, посланы. Чего вы возмущаетесь, парни? Это как бы по-путински. Посланных, во-первых, у вас вся страна. А теперь еще и жители временно оккупированных территорий Украины. Увы. Вот женщина из так называемой ДНР жалуется. Детям кушать нечего, говорит. Зарплаты не платят. На каком основании вы ее опять задерживаете? У каждого семьи, у каждого есть детки, которые хотят кушать. Почему наши дети должны чупа-чупсы чмокать, а ваши шоколадки кушать? Эх, а сама, наверное, думает. Как же хорошо 8 лет Донбили наш бомбас. Пенсионерам две пенсии в Украине, так называемой республике. Никаких разрушений. Ну, почти. Вот так бы Донбили и Донбили. Но, увы, лучшие времена уже наступили. В нашей стране все прекрасно. Если мы говорим о золотых временах, мы как раз сейчас их переживаем. Потому что зарплата... То есть это уже золотые времена? Ну, понятно. Золотее не будет? Нет, ну, золотее, я не знаю, что там дальше. Была платина настаточная. Нет предела совершенства. Хорошо. А вот, смотрите, вот разговоры про то, что в стране все плохо, это очень странный разговор. Вообще страшно подумать, а какие же худшие времена для России? Снова будут жить в избах без воды, уборной. Хотя, о чем это? Они же так живут в золотые времена. Худшие, наверное, будут в пещерах. Но давайте отличемся от российских изб, друзья, и вернемся к не менее дремучим постулатам России. Сейчас тема номер один по Гебельс ТВ – это Израиль. Он не оправдал ради надежд россиян. И вот почему. Израиль очень долго почивал на мифе о том, что он непобедим, что его спецслужбы самые сильные. Это миф. Потому что провалы были и ранее. Причем очень сильные, очень большие. Но сейчас это самый большой провал. Одна и та же методичка разгоняется уже несколько дней. О том, что израильская армия все пропукала и профукала. И Моссад, значит, ничего не увидел. Танки горят. Ясно одно. Моссад со своей знаменитой контрразведкой, а также США, с их ЦРУ и прочими разведуправлениями проморгали удар Хамаса. Это крупнейший провал Израиля в сфере безопасности 73-го года. Но и скорой деэскалации, судя по всему, не предвидится. Убитых в этой войне с двух сторон тысячи. Но россиян это волнует мало. Смерти людей для них это мелочи. Они танцуют на костях и радуются, что Израиль и США пропустили удары. Это ведь шикарно. Это не просто камень в американский огород, это булыжник, это слом. Это те самые процессы, о которых говорит наш президент, как раньше уже никогда не будет. И американцы со своей ролью глобального всевидящего гегемона, судя по событиям, ну вот теперь еще и в Израиле, очевидно, совсем не справляются. Для того, чтобы был уже флеш-рояль, осталось только Тайвань. Вот полыхнет Тайвань, Си Цзиньпин, начинай, и тогда уже точно этот мир изменится навсегда. И вот эти призывы к новому кровопролитию абсолютно еще не такому масштабному. Это очень по-российски. Все понимают, Россия спит и видит, как мир прекращает помогать Украине и отвлекается на новые горячие точки, которые Россия помогает создавать. Это ведь так не банально и так вообще ни разу не читается, Оля. Вообще война Израиля и Хамас угрожают Киеву очень серьезно, про Украину уже забывают. Но и грустные новости сыплются на головы пропагандистов просто одна за другой. Президент США решил не мелочиться и собирается запросить для незалежной аж 100 миллиардов долларов. Дудо неожиданно назвал войну Израиля и Хамас не главной военной ситуацией на Ближнем Востоке и выразил обеспокоенность тем, что этот рядовой факт будет отвлекать Запад от главного, от помощи Зеленскому. И только один человек не расстраивается в этом потоке всеобщей истерии. Это Дон. Сначала он вручает Путину высшую награду Чеченской республики, орден имени своего отца Ахмата Кадырова, а потом с грустным лицом, еле шевеля языком, сообщает о своей поддержке Хамасу. Я хочу мировое сообщество призывать, чтобы хотя бы в жизни Дон один раз справедливо отнеслись в этих ситуациях. Я еще раз призываю всех мусульман, всех граждан и нашу государству поддержать правду и остановить эту войну. Или нас отправить туда, как миротворцев. Мы определим, мы остановим. Их, кто неправ, кто прав, определим и остановим. Интересно, что в Израиле будут делать кадыровцы, если туда отправятся, застрянули где-нибудь в пустыне. Помните, как эти клоуны ехали на бунт Пригожина останавливать его и как бы не доехали. Но, похоже, у израильских солдатов для россиян все-таки, ну и для кадыровцев, и есть ответ. Дорогие друзья, у нас для вас комментарий. Пошли скоро, скажи, чтобы они шли в ресторан. Если друзья согласны, что собака тоже взглядом, вот эта собака, послала пропагандистов, вы услышали куда, с вас лайк, подписка на канал, поставьте колокольчик, чтобы следующие выпуски не пропустить. И пишите в комментариях, как обычно, какие новости обсуждаем с вами завтра. Спасибо, пока. Спасибо. Спасибо.